Вы знаете, всегда, чтобы попасть в финал Кубка Кремля, по ходу турнира надо демонстрировать очень и очень хорошее качество игры. И не просто качество игры, а именно вот в это время находиться на пике своей спортивной формы. И те, кто попадают в финал, безусловно, вот обладают теми качествами на этот момент. И уверен, нас ждет очень интересный и захватывающий финал. Итак, давайте представим остальных участников финала. Это, конечно же, судейская бригада. Вот, напомним, уважаемые друзья, что финал состоит из трех сетов. Это нововведение совместно представленное и организаторами этого турнира, и телевидением. Будут, я думаю, в ближайшее время изменения в правилах, которые позволят в таком формате проводить все соревнования по русскому бильярду. В начале турнира предварительные игры шли по обычным правилам комбинированной пирамиды. Напоминаю, это игра одним шаром. Забивать можно белые прицельные шары и желтый биток в лузу. До восьми шаров были все предварительные игры. Сейчас правила другие. У нас три сета по 25 минут, между которыми будет перерыв. И побеждает тот участник, который за эти три сета забьет наибольшее количество шаров. Ну, в общем-то, формат такой, достаточно интересный. Формат, может быть, для комбинированной пирамиды несколько нов. Но понятно, для чего все это делается. Это делается в интересах того, чтобы матчи транслировались с телевидением. Ну, и мы видим, да, обоих участников сегодняшнего финала. Александр Сидоров, один из сильнейших в этом виде бильярдной программы, в этом виде соревнований. Что касается Размика Варданяна, ну, для меня этот спортсмен, может быть, мне он не так хорошо знаком. Однако, то, как он здесь по сетке продвигался, можно, наверное, говорить о том, что он действительно, ну, здесь, на Кубке Кремля, действительно такой, один из тех, кто демонстрировал очень хорошую игру, очень такую, зрелую игру. Если говорить о Размике, ну, говоря о его просто титулах, то он трехкратный абсолютный чемпион Армении, многократный победитель и призер международных соревнований. И он, как вы и справедливо заметили, о Александре Сидорове, как раз именно в игру одним шаром у него получается лучше и комбинированная. А многие любители бильярда со стажем знают эту игру под названием «Московская пирамида», а кто-то еще с большим стажем знает ее под названием «Сибирка». Поэтому, как раз, не случайно западание в финал именно этих двух участников. Вот как раз Размика Варданян на ваших экранах. После сыгрывания своего шара в лузу, он сам определяет, какой снять шар со стола. Естественно, выбирает тот, который наименьший привлекательный. Привлекательным является шар для дальнейшего развития позиции. Очень несложно сейчас шар среднюю стоит. Это, получается, третий шар с Киевом будет в исполнении Варданяна. И мы не закончили представление судейской коллегии. Мы будем представлять. Каждый из судей будет, видимо, судить по одному сету. И сейчас на ваших экранах Владимир Альференко, международная категория. Это Россия, город Ноябриск, Ямало-Немецкий, автономный округ. Ну что ж, какой игры нам сегодня ждать от этого финала? Как вы считаете? Поскольку все-таки оба спортсмена здесь, на Кубке Кобеля, действительно показали очень хорошую игру. Это касается не только Сидорова, это касается и Варданяна. Мы назвали их титулы, сказали, что у них больше получается. Я вот смотрю, что там было по сетке. Александр Сидоров в полуфинале победил представителя Кыргызстана Мадаминова со счетом 5-2. Но мне кажется, у него самый сложный был как раз матч, получается, четвертьфинальный, да. Где Сидоров победил очень сильного спортсмена Сергея Крыжиновского. Крыжиновский, как мы помним, даже чемпионат мира выигрывал. Да, и титул чемпиона мира у Сергея есть. Молдовый игрок. Да, со счетом 5-4 была эта победа одержана. Ну, а на ранних стадиях Сидоров также со счетом 5-4 победил украинца Белозерова. С таким же счетом 5-4 победа над россиянином Юриным со счетом 5-3. Ну, и самый первый матч этого турнира для Александра Сидорова сложился очень просто. Он победил Ритунского, тоже россиянина, со счетом 4-0. Что касается его сегодняшнего соперника, Размик Варданян, в полуфинале победил представитель Казахстана Максима Пана. Причем очень уверенно по счету, там 5-2 было. Четвертьфинале был повержен россиянин Замалеев со счетом 5-1. До этого еще, кстати, представитель Белоруссии победила на Колосова со счетом 5-3. Юрий, вы, наверное, тот матч смотрели, да, и помните о перипетиях той игры. Счет 5-3 свидетельствует о достаточно упорной борьбе к чести нашего молодого игрока из Белоруссии, из города Калинковича, Дениса Колосова. Ну, а на самых ранних стадиях турнира Варданян переиграл Швыряева, в России 5-0, ну и еще одного россиянина Юртаева со счетом 4-1. Вот так оба спортсмена шли и продвигались к этому финалу. И, уважаемые друзья, пока мы все это говорили, продолжалась серия в исполнении Размикова-Варданяна. И, если не ошибаюсь, это восьмой шар. Мы можем с вами уже в первой партии стать свидетелями сыгрывания серии восемь шаров с Киа и партии. Посмотрим. Ахаха. И, тем не менее, 7-0, очень хороший задел. В этом матче сделал Варданян. Такая мощная заявка на победу в первой партии. Как раз это подтверждает и тот уровень подготовки, и тот уровень класса игроков, который мы анонсировали в начале нашего репортажа. И в то же время можно уже отметить, ну, во всяком случае, со стороны Варданяна, не надо было ему время на раскачку. Он очень быстро вошел в игру. А так же было и в предыдущих его матчах. То есть он спортсмен сам по себе, который, ну, недолго, да, раскачивается, так понимаю. Вот он как раз это и подтвердил в финале. Теперь слово за Сидоровым. Александр Сидоров представляет Узбекистан. Напомним, здорово он как раз вступал всегда в этой дисциплине. Рассказали бы, да, мы, какой был у него путь по турнирной сетке. Пожалуй, здесь, конечно, выделяется встреча с Сергеем Крыжановским. Вот Сергей Крыжановский и была победа над украинцем Белозеровым, который тоже очень силен сейчас, находится в топе сильнейших игроков русского бильярда. И вот эти две победы подряд, подряд над такими игроками экстра-класса, они, конечно же, говорят первую, ну, о классе Сидорова в игре одним шаром, конкретно вот в комбинированную пирамиду, и хорошей спортивной форме. Да, конечно, спортивная форма здесь нужна обязательно, потому что если ты не готов ни психологически, ни физически, то очень тяжело на таких подобных Кубков Кремля турнирах доходить до каких-то поздних стадий. Ну вот Сидоров здесь добрался до финала. Многие игроки, вы знаете, говорят, и я совершенно с ними согласен, что вот такие турниры, как Кубок Кремля и Кубок Мэра Москвы, которые проводятся уже много лет, они завоевать титул на этом турнире сложнее порой, чем выиграть чемпионат мира или чемпионат Европы, поскольку у сборных команд нету квот ограничения по количеству спортсменов, приезжают абсолютно все сильнейшие, и невероятно большая конкуренция. И победа в таких турнирах невероятно почетна и трудна. Наверное, почетна, потому что трудна. Да, ну и, конечно, это касается и мужского турнира, это касается и женского турнира. В общем-то, можно говорить о том, что у нас все абсолютно спортсмены и все спортсмены, которые сюда приезжают, действительно являются такими лидерами, соответственно, своих стран, своих сборных. Ну и, конечно, нужно, наверное, сказать, что этот турнир Кубок Кремля организован Департаментом спорта и туризма города Москвы, Московским союзом бильярдного спорта и редакцией российской газеты. Ну и также турнир проходит при поддержке правительства Москвы, тоже такая важная информация. Отсюда и такой статус, конечно, и такой солидный призовой фонд. И организация. Организация, конечно, этого турнира, вот Кубок Кремля, она вызывает большое уважение. В середине, обратите внимание, стола стоит биток. Тем самым Сидоров, оставив его на этом месте, несколько затруднил отыгрыш в Арданиану, атаки нет. Напомню, уважаемые любители бильярда, что так называемый отыгрыш – это удар, при котором после соударения один из шаров коснется двух бортов, либо коснется борта и перекатится через середину. Сейчас после соударения был перекат середины борт. Таким образом, правила удара отыгрыша выполнены. Но в случае невыполнения этих правил, то штраф. В случае штрафа соперник, который допустил штраф, вернее, его сопернику шар ставится на пулку, то есть пересуждается одно очко. Вот аплодисменты. Сидорову, который открыл счет с забитым шаром в сегодняшнем матче. 1-7. Размочил он счет. Ну, вообще, конечно… Красивый чужой, такой спокойный по отыгрышу. Мне кажется, вот этот формат, который сейчас… И еще один замечательный опять по отыгрышу, к уже среднему, два прекрасных удара. Не смутило вот это 7-0 в пользу Варданяна. И Сидоров, вот смотрите, два забил. Совершенно спокойное, невозмутимое выражение лица. Вот отбор так себе в угол сейчас он играет. Биток. 2-7. В данном случае не удалось ему отправить шар в лузу. Но мне кажется, вот этот формат, который сейчас активно пропагандируется, да, и культивируется, вот этот новый формат, который мы сегодня наблюдаем, по сути, он, наверное, не способствует большому количеству отыгрышей все-таки, на мой взгляд. Я думаю, что отыгрыш. А вот как раз сейчас, если не так коснется желтый шар борта, будет штраф. Да, смотрите, был перекат середины, но не было соударения. После соударения биток, прицельный шар белый коснулся борта, а желтый борта не коснулся. И белый коснулся только одного борта. Вот как раз тот самый штраф, несколько расстроен. Варданян толсто он сыграл. Очень толсто сыграл. Вот, сейчас. Смотрите, что может сделать Сидоров? Понятно, что у него три станет. Он может выбрать позицию, продолжить игру раз. Он может передать ход сопернику. Вот над этим сейчас размышляет. Сидоров, он может убрать вот шар, которому только что целился, который якобы стоит в угол чужой, но очень сложный. Может, его и убирает. И может передать ход, может играть сам. Сам выбирает, видимо, атаку в среднюю. Опять чужой в среднюю. Мы видели, что два очень таких похожих, несколько на этот шар. Сыграл Сидоров. 3-7, тем не менее. Вы понимаете, в эту игру, когда сам себе снимаешь, после забитого своего счет, имеет, то есть разница в счете большая, она имеет такой, ну, несколько обманчивый характер, поскольку, во-первых, вот только что мы видели Семский, я в исполнении Варданяна, это раз. А второе, игроки на тренировках учатся через один шар раскручивать позицию. То есть сыгрывают своего, например, в среднюю, подкатывают чужой к угловой лузе. Через угловую лузу, забивая свой, опять выкатывают свой в среднюю. Итак, одна ошибка, и через один всего шар, я имею в виду, когда другие пассивные, например, находятся на столе возле бортов, можно, вообще можно сыграть сколько угодно, вплоть до 8. Поэтому такая преимущество в счете, там, 7-0, там, вот 7-3, как у нас сейчас на столе, она ничего совершенно еще не гарантирует, никакой победы в этой партии. Ну да, конечно, мы понимаем, что здесь интрига может быть вплоть до самого финального его аккорда, этого матча. И то, что там, например, в женском финале у Дианы Мироновой было такое большое преимущество. Но Диана есть Диана, наверное. Это так можно сказать. Потому что, действительно, она на данный момент самая сильная девушка, которая выступает на Кубке Камреля, да и на многих других соревнованиях. Не зря же она многократная чемпионка мира. Да, безусловно, она безоговорочный лидер сегодня женского бильярда. У нее случается и поражение. Ну, это где-то в среднем два раза в сезон она не выигрывает турнира, может, три. А тем не менее у нас, у нас позиционная борьба. Сейчас пытаются выиграть и получить какие-то преимущества от позиций оба игрока. В том числе, он сейчас и атаковал Лузу от длинного борта Размик Вартанян. Посмотрим, как сейчас будет действовать Александр Сидоров. Какой вариант развития событий на столе он выберет. С учетом того, опять же, парочку ошибок, наверное, он сегодня уже допустил. Ну, если 7 получил, то как минимум, допустим. Вот опять, посмотрите. Смотрите, сложный шар. Атака Луза был, повезло. Сейчас, если нету в среднюю игры, то, в общем-то, несколько повезло. Смотрите, все шары активные по столу. Сделал, ну, как говорят бильярдисты, бросковый удар или бросок Сидоров. То есть, это значит атакующий. Атакующий, да. Но счет диктовал. Надо рисковать, чтобы сократить счет. Это понятно. Вот. Ошибся. Замазались сразу три шара, которые стоят вот на этой половине. И вот сейчас просматривает атаку в среднюю Лузу Варданян. Ну, вот. Дает правое вращение на Лузу. Значит, играет, видимо, толще, чем нужно немножко. Сильное боковое вращение. Ну, и, судя по позиции, не так повезло в этом ударе после промаха Размику. Очень хорошая позиция для игры у Сидорова. Вопрос. Вот он сейчас будет ее читать. С чего начать? И в обе Лузы беспроблемные шары совершенно стоят. Он выбирает ту дальнюю угловую. Выходит на второго чужого. Сокращает оставание. Ну, да. 4-7. Ярко выраженные 5-7. Активный шар стоит опять в первую угловую Лузу, куда атаковал Александр. Позиция активная. Другой вопрос. Чуть-чуть не поднял. Чуть-чуть не поднял выше от борта биток Саша. И довольно большая резка стоит для игры чужого. Он, в общем-то, в любом случае, шар, я бы оценил, процентов 80 реализации стоит у него сейчас на игре. То есть, наверное, для спортсмена его уровня это шар по силам вполне. 80% реализации. Вот как раз те даже те 20%. Сгладили немножко. Я думаю, что наши уважаемые любители бильярда должны понимать, что атакуются сейчас. И тем самым они понимают уровень игроков. Но небольшая доля везения сейчас присутствовала опять. своего нету на игре. Варданян к нам сюда, наверное, в правую лузу будет возвращать такая вот атака по отру, что-то называют игроки. Видите? В угловую лузу. И вот эта атака приносит ему победный удар в этой партии. Блестящий удар. Да, очень красиво сейчас все было сделано. Партия 8. Уважаемые друзья, давайте мы не будем забывать, что регламент турнира несколько другой. Уразмика Варданяна по правилам сейчас он может восстановить пирамиду и произвести 8 шаров разбой. Но нет, нет, он этого сделать не может. Прошу прощения. Разбой по очередной пирамиде. Сейчас Варданян продолжает свою атаку до ошибки. Ну, либо до штрафа. То есть у него есть возможность просто-напросто попытаться забить все эти шары и очки ему идут в общую копилку. Ну, пока еще, может быть, не совсем привычен нам этот формат, но я думаю, что в течение двух-трех турниров мы все к нему привыкнем, если он будет таким, без каких-либо там глобальных изменений. Конечно же. Вот Размик Вардан чему-то улыбается. Вообще, в общении Размик всегда такой улыбчивый, доброжелательный, приятный в общении парень. И вот эта улыбка на его устах для меня, в общем-то, это его нормальное обычное состояние. А в процессе тренировок он как-то вот, когда концентрируется, тоже, тем не менее, может, да, вот как-то эмоционально? По поводу тренировок. Не могу наблюдать тренировки Размик Варданяны, потому что живу в Минске раз, а он на сегодняшний момент проживает между двух городов, между Ереваном и Краснодаром. И там он проживает и тренируется. Ну, наверное, следует сказать еще, что здесь за Размик обалит его невеста Анастасия. И очень интересный факт. Размик является кандидатом мастера спорта Бабоксу. В свое время выступал за сборную Армении, когда был в юношеском возрасте. И вот интересно, вообще есть такие еще примеры из мира бильярда, что, скажем, те спортсмены, кто сейчас на профессиональном уровне в бильярде, когда-то кто-то выступал, может быть, в других видах спорта и в таком хорошем, высоком уровне. Ну, у мужчин, я скажу про Гивиан Фемиади. Это очень известный мастер спорта международного класса, который сейчас находится в почтенном возрасте из Ростова-на-Дону. Он все время выступал за команду мастеров по футболу. За Ростовскую какую-то команду. Сейчас не вспомню ее название просто. По еще Лену Абунасу, женщина, это белорусская наша минская спортсменка, которая сейчас в Москве живет и тренируется и работает на мастер спорта по настольному теннису. Тут только из тех, конечно, кто на ум приходит, а еще, наверное, так у примеров может быть множество. Ну да, на ум еще мне приходит, что я в свое время кроме мастера спорта по бильярду имею титул мастера спорта по настольному теннису. Вот видите, какие разносторонние у нас спортсмены в бильярде. Ну, если мы говорим уже вот о этом юноше, вернее, про юношеский возраст по боксу я вспоминал, говорим про Размика Варданяна, то в свое время любит петь, очень хорошо поет, любит во время праздников и каких-то торжеств и люди, знающие его, говорят, что у него замечательно это получается. Да, действительно. Талантливый человек, талантливый парень, который сейчас пытается сражаться за Кубок Кремля и пока у него это вполне неплохо получается. После первого сета, который, напомним, мужем и друзья, будет протезаться 25 минут, он ведет со счетом 8-30. Здесь, конечно, важна такая максимальная концентрация, ни в коем случае не расслабляться раньше времени, не думать, что до победы осталось всего ничего, но я не думаю, что, конечно, сейчас ребята об этом задумываются, потому что, в принципе, еще, по сути, только первый сет. И разница в счете, она три шара, ни о чем не говорит. Да, минимальная, по сути. В кулуарах было много разговоров о том формате, что, в общем-то, вот, три тайма по 25 минут. Это не случайно. на протяжении уже, на моей памяти, наверное, двух лет точно, продюсер трансляции Михаил Назаров в товарищеском формате на крупнейших турнирах проводил тестирование таких матчей. Именно вот три тайма по 25 минут, чтобы бильярд был созвучен телевизионному формату и больше и лучше его можно было снять вплоть до прямых эфиров, поскольку некоторые матчи могут длиться полтора часа, могут длиться два часа, могут длиться пять часов, могут шесть, понимаете? Да, не угадаешь. Соответственно, показать это все на телевидении чрезвычайно затруднительно, а в прямом эфире просто невозможно. Поэтому организаторы бильярдных соревнований и международные организации, они пошли вот на изменения в правилах, чтобы и бильярд, и телевидение друг с другом очень хорошо контактировали. Вот. И мое личное мнение, потому что есть люди, которые говорят это хорошо, есть люди, которые высказывают какие-то замечания свои, минусы, акцентируют внимание на минусах. Я бы, моя позиция такая, что в стратегическом плане в стратегическом плане именно развитие бильярда другого пути просто нет. И вот это верный выбор стратегии, так, он превосходит все те возможные, которые, во-первых, возможные, о которых возможных только говорят, минусах люди, но и очевидные какие-то минусы превосходят. Потому что если выбрать правильно стратегическое решение и к нему идти, то все равно это служит развитию вида спорта. Поэтому в этом плане, я думаю, шаг оправданный. В планах международной организации в дальнейшем проводить уже и предварительные игры, все игры вообще любого турнира. Опа! У нас был тот самый случайный шар. Да не так страшно это все, как ты показываешь сейчас. Всего один шар, причем чужой упал. Если упал свой, да, и он с руки играл дальше, то могла была противонная атака быть. А так, всего один шар, да, есть атака все-таки через стол у Сидорова. Сейчас он будет это делать. Ну, поэтому мы просто 6-8, а что? А кто отменял везение в спорте, в любом, и в бильярде, в частности, никто? Может, с каким-то хорошим поступком своим вчера, может, бабушку перевер Сидоров через дорогу, правильно? Вот ему, пожалуйста, госпожа Фортуна преподнесла такой подарок. Итак, атака Лузы, 6-8, а вот это уже Себедовна, это уже случайный шар с последствием, понимаете? Вот, но эти уже последствия себе соорудил сам Сидоров, забив прекрасный шар через стол, поэтому, ну, честь и мое хвала. В любом случае, конечно, у Размика еще будет возможность себя проявить по ходу этого матча, так что он уж так слишком там за лицо схватился руками, да, что, дескать, вот, катастрофа. Да я думаю, даже это не по этому поводу, скорее всего, это я так немножко шутилы. итак, кто у нас там, 8-8, да, 8-8? Убирает ненужные шары. Смотрите, быстро очень, если мы говорим о ритме выполнения удара, Сидоров, смотрите, как он быстро, очень мало идет времени у него на подготовку, на точность это не влияет, поскольку это его обычный ритм выполнения удара и очень большое значение, конечно же, в этой игре и имеет возможность и умение сыгрывать с руки. Вот то, что демонстрирует Сидоров, и вот как раз это то, что делает его одним из сильнейших игроков, одним шаром в мире. А если бы еще на скорость была, серия на скорость выполнения, да, из-за этого какие-то очки, что я думал, что ему разницы не было, а сейчас поторопился. А там, по-моему, уже время. А, еще может быть вот этим вызвана его торопливость, вот вызвала эта улыбка его. Ну что ж, сейчас у нас небольшой перерывчик будет, ну и соответственно мы можем констатировать, что пока преимущество у Сидорова 11-8. Начинается второй сет финального матча Кубка Кремля между Александром Сидоровым и Фразмиком Барданяном это финал, это главный решающий матч в мушком Кремле в дисциплине под названием комбинированная пирамида. Ну и пока после первого сета счет 11-8 в пользу Александра Сидорова, в пользу представителя Узбекистана. Лидировал с отчетом 7-0 давайте скажем нашим уважаемым любителям бильярда на старте первого сета Разбе Барданян блестящую серию сделал Ски и потом его соперник. Догнал его и перегнал. Ах, рисковатый удар сейчас в исполнении. Ну неудобно, видели? Сложно, да. Да, очень сложно сверху играл по шару Варданян и конечно же технический удар чрезвычайно сложен и именно вот это как раз продиктовало ошибку. Вот игры в исполнении Сидорова. Мастер спорта международного класса Александр Сидоров чемпион мира обладатель Кубка мира бронзовый призер Кубка мэра Москвы. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть хорошее вращение было левое боковое давал Сидоров. Вот зазор Луза виден порядка 73,5-74 миллиметров как я определяю зрительно. Вот. И двукратный обладатель Кубка империи двукратный в 2012-2013 годах. Александр А вот шикарный шаг в исполнении размика Варданяна вы знаете вот этим и прекрасный прекрасно комбинированная пирамида мы видим очень сложные шары очень тонкие в исполнении мастеров и конечно же вот именно такие шары показывают красоту и глубину и все искусство из лузы насколько сложно было из лузы от длинного борта уже несколько ударов таких дел Варданян в предыдущем сете и кстати от борта он забил если помните восьмой свой шар прекрасный через середину стола в общем это говорит о том что прекрасно чувствует стол прекрасно чувствует отдачу битка от борта Варданян причем вы поймите чтобы сыграть от борта надо еще дать вращение в данном случае Варданян давал право бокового вращения шару и от размера вращения зависит угол отскока шара от борта вы представляете насколько надо в одном ударе предусмотреть спортсмену чтобы вот мы наблюдали такое прекрасное красивейшее взятие вуза то есть технически это очень сложный такой элемент исполняй этого удара вращения в общем наверное если сказать коротко и просто надо было незаурядным мастерством чтобы это все исполнить конечно же сложно конечно и подсокращает отставание в счете сейчас ставитель уверенно вот так его соперник уверенно демонстрирует демонстрирует игру с руки Варданян а без этого без этой уверенности до финала кубка Кремля дойти нельзя просто его бы показали что в этом элементе у них все в порядке ну и пока удается я не знаю есть конечно какая-то нервозность есть какой-то легкий мандраж или нет но пока удается это гасить даже если есть а вы знаете легкий мандраж вообще помогает сконцентрироваться на игре то есть понимаете многие игроки говорят что вот не чувствуешь мандража и какая-то вялость что ли ну вот то есть трудно собраться а легкий мандраж он как бы мобилизует дает такой нерв такое нужное напряжение есть ли этот легкий мандраж не получается нелегкий мандраж который же мешает колоту 11-11 счет этой встречи на данный момент мы не закончили представлять Александра Сидорова родился он в 1990 году он мастер спорта международного пасса родился в городе Бухара Узбекистан представляет здесь естественно в Узбекистан там же начал игру свою в Бухаре начал заниматься бильярдом сейчас живет и тренируется в Москве из его увлечений свободное от бильярда время он назвал классическое музыкание в общем один споет у второго музыка классическая в качестве такого ход в общем разносторонние очень ребята которые сегодня сражаются за кубок кремля ух какой здесь бы забил сейчас широкий если бы забил было бы конечно красиво но такая решительная атака так 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 а что сюда катится уважаемые друзья я помните мы говорили я буду фортуна в начале которая улыбнулась Александру Сидору он хорош усилий после этого сделал вот она дала свой реверанс в сторону разника варданяна можете у него сейчас пойдет какой-то удачный ну у него нету своего для атаки ага вот это его знаете смелость города берет примерно такая есть поговорка и вот вот за смелость как раз и награда забил чужого варданян тут же но пока я не вижу может быть свой вправо от нас вузу может быть угла я не вижу поэтому говорю это так на вскидку просто другого вообще не вижу никакой атаки вузы нет вот с этого плана не видно может быть но верхний план а мы видим сейчас план с крана он может немножечко нам неверно показывать отскока так все-таки есть сюда так как близко очень даже близко было в этом ударе сейчас александр сидоров вновь подходит к столу будет подозначать свою серию чуть-чуть не хватило казалось что уже что уже шартам но нет все-таки не упал ну думаю сейчас соперники будут пытаться заставить друг друга допустить ошибку в позиционной борьбе вот это тоже очень важное и на мой взгляд интересная составляющая комбинированной пирамиды потому что умение контролировать биток делать проводки от двух от трех бортов суметь переиграть соперника рискованное решение делать этот удар или нет предсказывать пытаются снял он снял шар от которого возможно была бы атака после вот этого удара сидорова сейчас вот играет в угол это тоже атака уважаемые друзья и судя и довольно довольно сложные позиции в районе лузы биток атаки сейчас тот шар который снял сидоров не позволяет произвести атаку его сопернику что у нас со счетом 12-13 12-13 интересный финал практически середина второго сета у нас вы знаете вот так а просто просто про нет это атака это атака без контроля битка уважаемые друзья может быть плохо закончится для варданяна потому что в московскую пирамиду прошу прощения называю старое название игры комбинированная пирамиды сегодня такие удары чреваты чреваты тяжелыми последствиями но неужели смотрите очень тонкий свой в среднюю луз очень тонкий и вынужден его играть слабо сидоров свой должен там примерно и остаться и он проверил будет ли атака в противоположную среднюю если он не забьет а он забил он забил на мой взгляд заслуженное наказание совершенно заслуженное за тот бросок на мой взгляд неоправданный который сделал варданяна у него была атака неподготовленная в принципе наверное не исходила из логики этого эпизода я бы сказал что это просто рискованный удар назвать ее неподготовленной а как тогда готовить атаку позиция сложная он просто принял решение сыграть так он заметил сыграл перед этим очень похожий шар на слабом ударе штрафанулся не давил поэтому он решил сыграть сильнее но вот свой вышел на игру после всего один шар наказания за эту смелость и счет выронился 13-13 вопрос о том кто фаворит этого матча и 5-2 в партии мы выйдем сейчас на полке это и тоже имеет значение поскольку 8 шаров на одной из полок соперников приводят к повторному установлению пирамид поэтому мы должны с вами уважаемые друзья следить еще и за этим элементом игры да но я думаю что привыкнем чем больше будет подобных соревнований в таком формате то чем быстрее мы привыкнем поймем что здесь как и опять же наличие таймера все это будет конечно другими красками играть так разве кварданян вновь у стола куда он будет играть сейчас здесь атака лузы не предполагалось просто возвращал к себе биток ну в идеале левую от себя дальнюю лузу хотел привести шар армянский бильярдист то же самое сейчас делает Сидоров опа очень много бокового дал очень много бокового вращения это такая ошибка достаточно грубая ну назвать это грубой ошибкой я бы например не стал вот формулировку помягче выбрали я считаю я считаю я выбрал верную формулировку потому что смотрите он делал проводку он свой шар вернул на другую половину да этот шар был далеко от лузы но вы знаете что я бы еще сказал может быть вот о чем я не подумал сначала может быть он наоборот хотел дать большое вращение и поставить биток не к лузе а поставить ближе к средней лузе для чего чтобы такой же точно отрежь не смог сделать после него варданян угол между шарами не предполагал уже просто проводки от короткого борта варданяну к дальнему борту и еще раз про ограничение времени уважаемые друзья вот сейчас закрытые позиции сейчас мы видим в исполнении игроков позиционную борьбу с прицелом вот сейчас от двух бортов к себе в угол безусловно делает удар сидоров игроки такого уровня вот именно таким бильярдом то есть не давать друг другу атаке может заниматься толком это может быть 5 минут это может быть 15 минут это может быть 40 минут а может быть 5 часов 5 часов это если всего матча 5 часов вряд ли но вот именно ага вот кстати сейчас уже атаку по-моему немножко толстовато попал варданян ну по-моему все-таки игры нет сейчас просто возвращать будет биток к себе сидора якобы игра по лузе но главная задача то есть как всегда уважаемые друзья может быть молодые бильярдисты такие шарык всегда играются с перерезкой то есть либо луза либо тоньше надо играть тогда гарантировано что вернется свой и тогда гарантировано что чужого не будет на игре как правило он становится либо на короткий борт либо если играть толще он на двух бортов становится на противоположной длине ну просто вот такая информация я думаю каждый молодой спортсмен вот все что я сказал может спортить у своего тренера и получит на это квалифицированный ответ кстати хотел вас спросить что касается молодых спортсменов вот насколько сейчас в Минске бильярд развивается какие-то там может быть есть новые школы появляются открываются я не знаю мы можем говорить так про российские регионы где там традиционный бильярд очень хорошо развит Ханты-Мансийск Сургут вот те города это опять же Ростовская область Краснодарский край Москва Петербург естественно что касается других регионов России может быть ну и соответственно каких-то стран которые как раз и здесь недалеко географически ну мне трудно говорить другие страны что касаемо Белоруссии конкретно Минска я вот возглавляю Минскую федерацию бильярдов спорта в нашем ах какой шикарный чужой через стол по отыгрыше ну просто загляденье молодец молодец Размик Варданян свой привязанный я вам гарантирую уважаемые друзья что совершенно четко от трех бортов контролировал биток Размик Размик Варданян вот то что пришел свой шар видите правое боковое чтобы развести со всеми вот этими группами шаров желтый вот пришел он на борт вот нам еще раз эту красоту повторяет замечательный удар браво Размик так вот ну в календаре Минской Федерации ежегодно на протяжении уже много лет 6-7 юношеских турниров к сожалению скажу что количество детей участников этих турниров с каждым годом немного сокращается вот но работа все равно ведется без работы с детьми понятно нет будущей никого бильярда и здесь я бы вот мне очень импонирует я слежу вот за тем что работа тоже за столичной Российской Федерацией это Московский Союз бильярдного спорта здесь просто ну шикарная работа с детьми построена здесь есть бесплатные детские секции кстати что очень приятно и просто вот говорю сейчас что может быть в Москве кто-то хочет записать своего ребенка в секцию и если есть какие-то финансовые затруднения то вот как раз Московский Союз бильярдного спорта он дает такую возможность ваш ребенок может заниматься бильярдным замечательным видом спорта и и бесплатно что в наше время сегодня наверное встречается не так часто вот ну и кроме того вот мы заговорили о Московском Союз бильярдного спорта и развитии бильярдного спорта в Москве то вот эти два турнира Кубок Мэра Москвы и Кубок Кремля которые проходят ежегодно они же и для молодых здесь было огромное количество молодежи что у девочек что у мальчиков на этом турнире вот пожалуйста есть где да и вот вам пожалуйста есть сразу площадка для того чтобы развивать и как-то продвигаться в своем мастерстве и организаторы вот этих двух турниров они одни и те же что на Кубке Мэра что на Кубке Кремля это департамент спорта и туризма города Москвы Московский Союз бильярдного спорта редакция российской газеты и эти мероприятия проходят при поддержке правительства Москвы а мы возвращаемся на стол вот уже Александр Сидоров в игре Бухара так его зовут друзья и знакомые гораздо чаще чем Саша и уж точно чаще чем Сидоров как раз такое прозвище понятно что по месту рождения по месту рождения вообще в бильярдном мире очень многие прозвищи в свое время особенно вот в советской времена были связаны с местом рождения с местом проживания если откуда-то человек переезжал или с профессией так ну что что у нас там по счету сейчас посмотрим да ну и соответственно 14-14 вновь абсолютно равные пока показатели и 6-3 в этой партии что тоже имеет значение Размик Варданян сейчас готовится к тому чтобы провести свою атаку хотя такое наверное полноценности атака это назвать сложно скорее задача поставить биток к борту для того чтобы затруднить атаку для соперника это тоже атака луза уважаемые друзья это отыгрыш с элементами атаки вот таким образом пытался биток сейчас положить в лузу Александр Сидоров на ваших экранах какой интерес сейчас выберет вариант Размик Варданян ну возвращать к себе биток то что вот демонстрирую Варданян чем сложно вот смотрите тем что чужой бы вот который самый нижний сейчас справа от нас стоит он бы задевал шары которые стоят возле средней лузы понимаете неконтролируемые соударения могут привести к постановке какого-нибудь чужих к средней лузы вот и тогда возможно как говорят белористы пропустить вспышку то есть дать атаку понимаете исключив вот это вообще в московскую комбинированную пирамиду уважаемые друзья уважаемые телезрители очень важно контролировать движение практически всех шаров при отыгрыше надо исключать неконтролируемые соударения потому что ну вы поставили своего шара возле луза например сам или набор а чужой стал возле другой лузы все это уже проигрыш позиции шара может быть проигрыш партии и матча да вы слышите уважаемые друзья 5 минут остается до окончания второго сета ну а в этом отношении например свободная пирамида она как-то по-другому да там вот контроль всех шаров там он в какой-то в меньшей степени что ли важный или как вот еще в большей степени потому что у нас здесь один биток а там битком является любой шар и поэтому очень часто отыгрыш в понимаете в каждой игре вот сложен по-своему он сложен и в одной игре и в другой сказать что вот здесь сложнее а там проще я не возьмусь поскольку это в моем понимании не соответствует действительности вот хороший раз от трех бортов чужого а если губа губа была и повезло немного сейчас варданяна потому что шар как мы видим отсюда не стал на игру сейчас опять активно будут вести себя думаю и тот и другой поскольку время-то вытекает уже истекает второго ассета активность может привести к разным результатам сейчас от двух бортов возвращает в угол к себе сидоров тоже это с прицелом на угловую лузу может привести к ошибке а может и наоборот да или грудь в крестах или голова в кустах и разум варданя а это не сомневайтесь по-утобе что с атакой средний лузу делал удар и вы знаете я бы уже не сбрасывал со счетов вот эту разницу в один шар помните мы при начале партии ай 3 шара ай там какое-то преимущество но смотрите как вкладывается матч я думаю что там уже буквально пару минут осталось до окончания второго сета а преимущество всего один шар и и каждый шар каждый забитый или не забитый или пропущенный шар он может стать решающим вот смотрите контроль чужого в данном случае четко отконтролировал чужого от двух бортов варданян и уже не надо так особо привозить свой к бортовой лузе понимаете вообще чем меньше шаров говорю бильярдистам а все равно нашел атаку ситров чем меньше шаров на столе уважаемые друзья тем больше имеет значение где находятся чужие шага а не свой на ваших экранах уважаемые друзья арбитр был этого сета Сергей Прощенко слева вот сейчас на ваших экранах вот крупно мы его дали спасибо Сергей Прощенко международная категория Россия Евпатория а вот смотрите вот интересный момент мне интересует такой вопрос будет ли сейчас атаковать в среднюю Сидоров посмотрел понятно что влево от себя в среднюю посмотрел еще раз посмотрел угол резкий очень сложный шар очень сложный обратился ну да вот отсюда видно что по таким уголам находятся шары но атака будет атака будет давайте посмотрим ее результативности в среднюю да в среднюю свой средний левое боковое вращение с оттяжкой выполняет сейчас Сидоров ой 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 такая красота замечательный удар заслуженные аплодисменты куда-то вверх посмотрел Размик Варданян сейчас в душе вот я могу гарантировать зная Размик он прекрасно понимает какой блестящий удар выпал Сидоров выполнил он отдает ему должное безусловно как коллеги по цеху как сильному игроку но эмоции этого матча конечно тоже мы наблюдаем ну видите а шаров то нету и посмотрите что сейчас делает Сидоров он создает эту группу шаров таким образом чтобы затруднить вот ты говоришь Варданян 16-15 пока с таким часом впереди Александр Сидоров ну и нам объявляют судьи что минутка остается до завершения второго сета один шар по-моему нижний немножко от группы отошел и вот как раз ну ну смотрите соударение повезло сейчас Варданяну вот вынудил сделать это соударение Сидоров своим предыдущим ударом вот очень большое значение вы знаете в последнее время вот бильярдисты научились настолько сильно играть в отыгрыше вот сейчас смотрите раз и опять он создает эту группу из трех шаров вот как раз то о чем я начал говорить то есть они испытывают любую возможность чтобы не просто отыграться чтобы создать проблемы сопернику почему не создашь ты проблем создадут тебе быстро поэтому вот борьба за такую инициативу является очень важным элементом московской пирамиды прошу прощения комбинированной очень важным элементом и вот делает ее вот спокойненько нашел выход варданян такой показывает именно глубину и тонкость итак у нас заканчивается второй сет пока впереди Александр Сидоров со счетом 16-15 он идет в этом матче ну что ж после перерыва вернемся и будем продолжать наблюдать за этим матчем ну и сейчас третий сет третий сет между матч между Александром Сидоровым и разминком варданяном 16-15 пока в пользу представителя Узбекистана ну что ж начинаю смотреть за игрой что у нас соответственно происходит в этом матче пока абсолютно равная игра и преимущество как такового большого нет ни у того ни у другого именно если говорить о счете да 16-15 Александр Сидоров он сейчас на ударе запутался нет не Александр Сидоров желтый шар запутался вот этой группе остатков пирамиды разрушенной начальным ударом разминком варданяном ну и что соответственно делать в такой ситуации Александру Сидорову как он будет выходить из этой ситуации а вот он сейчас я думаю будет пытаться запутать нет по сути сюда же ну вы знаете как-то вот я не уверен что такое прогнозируемое было соударение сейчас чтобы он сюда хотел но вот свой просматривается у варданяна сейчас или нет с этой вроде позиции кажется что все грустно совсем у армянского бильярдиста но вот он так хищно я бы сказал смотрит на этот свой видимо он будет очень тонкий но играет в принципе другого просто нету продолжение и еще стоит такая атака лузы тоненькая видите толстовато получилось немножко потому что очень тонкий был шар и тем не менее как раз опять сейчас такая позиция с отягощением у узбекистанского бильярдиста интересно конечно вот мы сейчас подходим к такому этапу финала что и чем быстрее будет крутиться тайна к цифре 25 минут тем цена каждого удара чрезвычайно высока чрезвычайно здесь биток не попадает в лузу ну вот видит ну наверное тот шар который катился в районе средней линии он недоступен не видно отсюда вот варданяну через центр лучше может быть сыграть нет не видит он центр перекатить через центр надо найти ту зону на противоположной вот шаров стороне стола откуда нету атаки просто так катнуть нехитро а вот что будет потом но все-таки нашел видимо такую зону явно играет варданян туда пытается или в среднем в среднем мне показалось что в дальнюю угловую будет удар но сложен удар был тем что за счет одного верхнего вращения шар в среднюю забить было нельзя и поэтому тут в ударе должно быть баланс был между просто ударом по шару и вращением вместе такой удар чрезвычайно сложен вот забалансировать вот эти два составляющих при обработке шара и перебил перебил варданян принимает решение по позиции сидоров ну что свой в среднюю нет просто далеко стоял видите нам не было видно с нашего плана насколько далеко стоял чужой посмотрел сидоров откуда затруднена проводка будет для варданяна и вы знаете вот сверху нам показали план который говорит что я не увидел так вот навскидку быстро проводки обратно и вполне возможно сейчас очень непростая задача варданяна вы видите он оценивает позицию со всех сторон судя по тому как он смотрит он тоже не нашел проводки он ищет место для битка желтого шара на той стороне где нету атаки на вуз вот видите справа у нас возле луза стоит шар очень опасный для варданяна вот сумел сейчас поставить проблему а вот может быть кстати и проводочка нарисовалась от левого нижнего видите я думаю что варданян попал просто очень толстым вообще в принципе идея была хорошая да то есть вернее очень тонко толще и от короткого борта биток мог вернуться на противоположную сторону так вот смотрите выиграл позицию благодаря своему хорошему предыдущему удару сидоров ошибся варданян смотрим что вот пока пока куда будет атаковать сидоров может отыграться нет нашел так что мы видим мне кажется просто просто чужой в угол прямая атака просто чужой да а там будет что будет что будет ну такого явного как говорят дармового чего-то на столе не стоит дармового слово даром это значит просто даром за каждую позицию надо перебороться за каждый шар понимаете что ошибся варданян не непростой был шар ну нет это понятно конечно сейчас ошибся сидоров так и такого какого-то вот ага ну вот прямо сейчас будет просто нет ага средний свой на ударе не дорезает варданян но я бы это сказал не то что не дорезает он понятно что не добил но за счет того что мало дал нижнего вращения не до оттянул шар свой но опять опять ничего такого ну что такой очень такой проблематичный бросок в среднюю стоит как мы с вами отсюда видим вот там где в районе средний луж да вот я сейчас посмотрел мимо монитора на стол а мы уважаемые друзья ведем репортаж вы видите мы не в записи комментируем этот матч он идет прямо у нас перед глазами на мониторе и на столе вот поэтому мы не знаем чем это все закончится мы такие же зрители как и вы сейчас биток прям совсем около угловой лузы здесь внизу да не было еще запитых шаров в этом сете и заметьте мы сами не видели именно вот таких отыгрышей которые шли вот на половине разбой пирамиды там где он находится якобы я думаю даже не по лузе играл он как раз привозил к этому хотел может быть спрятать за этот шар биток варданян потому что я думаю все по лузе гораздо ближе было бы так и что высматривает александр сидоров не лучшую позицию для атаки может быть ищет на той половине куда отправить биток чтобы помните как несколько ударов назад он построил запутанное положение варданяна чтобы обратной атаки не было как раз да да и проблемы были у соперников средний очень шар для того чтобы отправлять на ту половину вот этот ближе всего к средней линии стола вы видите разметку шар он уменьшает да 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 он создает такие проблемы для посыла очень неплохой да смотрите на эту сторону вообще нету игры у варданяна а если в левую среднюю нужно прям сыграть в левую среднюю я не вижу игры в левую среднюю давайте сейчас посмотрим может у нас будет верхний план а какого в левую среднюю ну не который стоит на линии дома ну там слишком сложно он просто не падает я думаю слишком острый угол кстати неприятная такая позиция понимаете вот вот эту оттяжку выполняя сейчас вынужденно делает варданян почему неприятно и почему вынужденно видите соударение шаров неконтролируемый блестящий совершенно удар и спрятал вообще вот аплодисменты вот я просто аплодирую этому удару из сложной позиции посмотрите как четко проконтролировал биток варданяна теперь у Сидорова есть определенные проблемы но я не вижу особо больших длинный короткий видимо будет выполнять а нет да длинный короткий сейчас будет смертить биток длинный борт касается правое вращение короткий и упал замечательный удар ребята знаете уважаемые друзья мы с вами являемся свидетелями вообще очень интересного матча во первых потому что он напряженный во вторых вы видели несколько шаров которые забиты да ну вы знаете я много лет играю в бильярд точнее вот уже 35 наверное так и играл Сидоров сам за голову взялся может он тоже не видел такого вроде как и мы с вами вот поэтому взялся за голову но уважаемый Саша Сидоров именно ты автор вот этого чуда которое только что сейчас сотворил на бильярдном столе за что тебе почет и уважение и заслуженные аплодисменты и так и так он получил право игры с руки вот возможно это ключевой момент матч потому что если сейчас у Сидорова получится серия хорошая серия и он выйдет вперед то это поставит крайне затруднительное положение потом его соперника поскольку надо догонять а времени не хватает и возможно будут ошибки какие-то там нервозность еще повышенная что-нибудь такое а все это мы возьмем смотрите но сейчас все внимание вот этому удару понимаете смотрите помните скорость которой Сидоров выполнил с реки в конце первого серия совсем все по-другому совсем все по-другому есть еще в среднюю поднимается шар очень нужный для Сидорова поднимается в среднюю сейчас если он получит возможность атаковать среднюю лузу так и вот сейчас он смотрит что снять чтобы вот видите отсюда не очень видно ну не очень видно но сейчас мы посмотрим на те решения которые примет Александр стоило только ему один раз хорошо вот эту атаку провести да и сразу пошло дальше но шар-то какой был забит это же фантастика он же его играл это же не случайно уважаемые друзья он опа конечно спроси у него Саша ну вот на тебе такой шар сколько и скольки забьешь он скажет ну там из 50 может быть и будет взяться бить так вот из 50 и вот он тот самый момент средняя есть четко верхнее вращение помогает а этот и вот а недалеко ли будет сейчас посмотрим уже надо следить за каждым забитым шаром это 19 если не ошибаюсь до 19 15 ну и нас лить за временем конечно будем ждать Виктор Липовский снимает сейчас шар судья международной категории который обслуживает третий сет нашего матча международная категория Россия Нижний Новгород я не думаю я не думаю что разный Карданян на этом сдастся скажем так он будет бороться до самого все равно конца потому что возможность выиграть она еще есть пока еще она есть хотя и преимущество увеличит вот сейчас подойдет эти шары нет не подбил ушел со средней ушел со средней шар и скорее всего сейчас будет искать продолжение атаки в какую-то из угловых луз Александр Сидоров пять шаров уважаемые друзья преимущество в третьем сете и так 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 внимательно смотрите как мелит Ки Сидоров чем затруднен этот удар посмотрите на линии между чужим шаром и лузой находится вот эта пара которая как бы закрывает визуальный какой-то контакт игрока с лузой это всегда более трудно выполнять такие удары в любом случае игрок смотрит только на точку на прицельном шарике он носит удар но луза у него все равно находится в поле вот периферийного зрения и когда не видишь вот эту линию периферийного зрения то это удар более трудно она у тебя там где-то в голове вроде как есть но память да провалился провалился если в губу нет не в губу я много веду сейчас белый который катился к средней лузе подумал подумал шар и решил ладно старался же сидоров одними преимущество насчет думать по полчаса ходить там в общем-то тянуть время то что называется да и сходится к тому организатор то есть что ну будет дано ее старается избегать вот вы сказали правильное слово про ребенка потому что как правило бывают нелюбимые лузы она не одна какая-то луза а это может быть я в среднюю там или в угол больше не люблю или в среднюю не люблю да бывает такое но это как правило у начинающих игроков потому что у спортсменов такого уровня который мы сейчас наблюдаем ну такого в принципе быть не может была бы нелюбимая луза какая-нибудь даже одна из шести он бы где-нибудь на предварительных стадиях соревнований зачихлился 22-15 утре этого матча а что это было это не попал в тот шар который бил или очень много не дорезал ну и срыв такой какой-то получился ну если бы я увидел точку прицеливания я бы понял куда играл Размик о вот как бы да он просто сыграл очень толстый он играл чужого в угол сыграл очень толстый попал там в какой-то стоячий шар встряхнулся так Размик то есть как бы настроил себя вот вот это все сейчас это просто внутренняя идет настройка да инструмента такого на игру механизма который внутри находится у Размика Варданяна ну как бы не поздно все это было ну в рамках правил все он это делает и вы знаете что вот не слышим пока объявления судей о матче но очень очень просто простой сейчас средний стоит свояк но который просто не вызовет с какого-то ага вот он снял знаете для чего он снял будет пытаться просто поднять его до средней лузы чужой чтобы потом продолжить атаку в среднем сделаю такой прогноз то есть сейчас атаки не будет не будет атака будет атака то есть мы с вами думаем что и для Сидорова и для тех кто понимает свой уже там вопрос где будет чужой вот он убрал чужой один из шаров чтобы освободить линию по которому шар в который белый играет сейчас Сидоров поднялся к средней лузе смотрим вот видите так 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 И в среднюю игра есть. Я думаю, что никаких проблем не вызывает этот шар для игры в среднюю. Сидорова. И сейчас что? Он теперь к углу будет его подкатывать. Делать все это не спеша, поскольку время работы сейчас на него. Вот видите, что он забрал шар. И сейчас чужой будет подкатывать в район угла. Но для многих уже желтый тоже там. И для Сидорова тоже. В прошлой серии Саша демонстрировал хорошую игру в среднюю. С руки более сложную забивал. Мы с вами это видели. А нет. Видите, угол такой бы, что он поднимал до средней лузы чужой от короткого борта. Поднял или нет, посмотрим. Ну, в любом случае, даже если поднял, даже если поднял, он будет сильный на оттяжке, да, уже на верхнем вращении, на скате, вот как был предыдущий день. Он даже на него не смотрит. Он не поднялся. Вот мы видим с этого плана. И что? А, он же может ничего, ни за что не беспокоиться. Последняя серия по этой партии будет выставляться новая пирамида. Ну, конечно, да. 25-15. Очень серьезный перевес. Сейчас же до ошибки. Очень серьезный перевес. У Сидорова и чрезвычайно, чрезвычайно трудная задача стоит перед армянским бильярдистом, Разником, Варданяном. Вот. Александр инициативу перехватил. Попал один, потом пошел второй, третий и так далее. Но перелом... На начало было положено как раз тем... Перелом, да. Перелом-то, вот я сейчас был правильно сказали, Руслан. Перелом-то был положен вот тем совершенно сумасшедшим по красоте и сложным по исполнению шара. Страховался, видите, в короткую, уважаемые друзья, тоже обращаю внимание. На правом вращении боковом играл Сидоров с таким прицелом, что шар либо в лузу, либо в короткий борт. Вот именно при этом сочетании биток попал в короткий борт, вот он и остался там недалеко от луза. Пять минут до конца матча. 25-15. Десять шаров преимущества Александра Сидорова в этом сете, ну и в матче тоже, соответственно. Мы вот сейчас можем посмотреть, как будет строить игру. Еще немножечко и свояк, нет, я думаю, он не докатился. Вот. Как будет строить игру Сидоров? Будет ли он каким-то образом выбирать весь предусмотренный правилами отрезок на игру, на удар, а это сегодня 35 секунд? Или будет играть, как играл раньше? Ну, в любом случае, сейчас Варданян надо максимально активизировать все шары, и вот что он и делает. Смотрите, какая активная игра в среднюю стоит теперь с этой половины стола. То есть, готовить себе площадку для какой-то атаки и возможной потом большой серии. Там еще сейчас пока много шаров в такой группе, да, в водной. Ну, это пару ударов. Ну, Сидорову только это не надо вообще. Там у него другая, естественно, задача. Да, ну, вот он пытается все-таки забить. Близко к борту биток оставил. А здесь как раз опа! Вот то, что биток стоял близко к борту, именно не позволило немножечко дать хорошего нижнего вращения с одной стороны. А с другой стороны сверху по шару, когда игрался с вращением варданян, то это дает эффект обводящего вращения, что здесь немножко свой вырывается из-под наклейки и может менять в свою траекторию. И поэтому он попал тоньше, чем хотел. И вот желтый уже на свободе. Если проходит тот свой в среднюю, то боюсь, что это уже победная будет серия в исполнении Сидорова. Проходит или нет? Сейчас он как раз это весь смотрит. Да, проходит спокойно. Если проходит, то да, уважаемые друзья, я думаю, что это развязка развязка нашего матча, который очень долго держал нас напряжение и чаша весом могла склониться в любую сторону. Размик Варданян, чехол. Расстроен Размик. Мы передавали его титулы. Он был неоднократно призером крупнейших международных соревнований, но титула именно победителя крупного международного турнира, а именно таковый, безусловно, крупнейший международный турнир является. кубок. Так, Саша, хватит милит, давай играем. Не надо тянуть время, Тем более, что игра у него сейчас идет, в принципе, он все делает спокойно, по делу, по делу, пока не надо. Не кажется, он начинает понимать. ну а что ему торопиться? Он работает в своем ритме, с вниманием, в котором работал в Своя Киеве, в Раско, каком же ритме. Весь матч. Ну, за исключением, когда он торопился, там. Специально там делал, там время выходил. Да, просто потому, что заканчивался сет. Что ж, последняя минута этого матча совсем немножко остается до завершения Кубка Кремля 2017 года. Что, может быть, на публику сейчас играет Александр? Ну, убрать надо, надо, подумать надо, надо. поменять надо, да. Все как обычно. Но это он уже делает в рамках победителя Кубка Кремля 2017 года. Сейчас уже об этом можно говорить. 27-15. Большое преимущество у него на финише этого матча. И даже 28-15 уже. Тот темп, который он держал, может быть, за счет того, что особо не торопился там, да вот, такой размеренной игры, ну, за исключением как раз того эпизода концовки первого сета, и удалось Сидорова так здорово провести второй сет, третий. Еще один шар кладет в ВУЗу. Да. Да. Да, уважаемые друзья, к сожалению, к сожалению, заканчивается этот большой бильярдный праздник, который называется Кубок Кремля. Международный бильярдный Турик, Кубок Кремля 2017. Ну и заканчивается он триумфом представителя сборной Узбекистана. Александр Сидоров выигрывает этот матч. Счет 30-15 в пользу Александра Сидорова. 30-15 пока. Такой счет. Ну и вот ошибка 30-15 финальный счет этого матча. Александр Сидоров становится победителем Кубка Кремля. И этот почетный трофей начнется отлачивая встреча. Почетный трофей отправляется в Узбекистан. Поздравляем Александра, поздравляем и Размику Варданяна со вторым местом. Пусть сегодня не удалось выиграть, но тем не менее второе место тоже хороший результат. Это очень высокий результат, который достиг в очень тяжелой борьбе и с очень сильными соперниками. Поэтому почет и уважение Размику Варданяну. Субтитры создавал DimaTorzok